Здравствуйте, друзья! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос, что такое прелесть. Мы, конечно, уже немножко, можно сказать, отравлены литературой нашей русской литературы, периоды ее расцвета, золотого, серебряного века, и поэтому прелесть — это у нас прежде всего восхищение. Порой вот есть в филологии, в лингвистике такой термин, ну такой неофициальный термин, называется «ложный друг переводчика», когда в каком-то близкородственном языке слово тебе кажется, по аналогии оно очень похоже на слово из твоего языка, и ты его переводишь сходным образом, а у него есть значение какое-то совсем другое. Порой это можно попасть даже в какую-то ситуацию нехорошую, потому что то, что по-русски слова вполне приличные, ты их по-польски сказал, и человека просто оскорбил, потому что это страшное ругательство. Ну и много других причин. Точно так же и в русском и церковно-славянском языке, которые все-таки языки хоть и близкородственные, но разные, такая ситуация тоже есть. Прелесть. Понятное дело, в русском языке, когда мы говорим о богословии, слово «прелесть» точно так же мы употребляем как уже слово русского языка, его не нужно переводить. Это церковно-славянизм, то есть слово, заимственное из церковно-славянского языка. И поэтому возникает некоторая путаница между двумя понятиями – прелесть и прелесть. На самом деле наше привычное понятие, вот слово «прелесть», то, чем мы можем восхититься, это тоже можно сказать слово «прелесть» в переносном значении. Ой, какая прелесть! То есть то, чем ты сейчас обольстился. Ты смотришь, и какой цветочек, и ты говоришь, ой, какая прелесть! То есть я в максимальной степени обольщен вот этим цветочком. Смотришь, да, там идет нарядная девочка в первый класс и думаешь, ой, какая прелесть! Какая радость! Вот тоже, вот прям тоже немножко ты обольщен вот этим видением. И тоже ты попробовал какой-то вкусный продукт, и тоже вот ты обольщен его вкусом. Ой, какое прелесть! Какое пирожное! Как хозяйка постаралась для того, чтобы гостей привечать! Но на самом деле, в данном случае, это похвала. Если же мы посмотрим и вернемся к тому же самому значению. То, что меня обольстило, или то, что обольстило кого-то, то мы увидим здесь опасность. Потому что прежде всего обольстило, то есть лесть, то, что сказанное ложно. Как вот, например, если тебе кто-то льстит, он тебе не даст объективную оценку. А он может, наоборот, тебя похвалить, чтобы от тебя какую-то выгоду получить. Или не получить каких-то проблем, там, заслуженной кары какой-то. Когда ты приходишь к какому-нибудь восточному торговцу и там меряешь какой-то наряд, то тебе скажут, ой, вах-вах-вах, как все красиво, как ты идеально выглядишь. Вот, а если еще вот эту, ты вещь купишь и эту, там прям ох-ох-ох будешь. И тут как раз надо задуматься, а нужна ли мне первая вещь, или нужна ли вторая, или третья, или просто человек мне льстит, потому что хочет, чтобы я у него чуть больше купил. Вот именно это и делает, не страшно, когда люди это делают, а это делают, конечно, прежде всего бесы в нашей душе. Лукавый, недаром, мы вот молимся, отче наш, избави нас от лукавого, панерос, да, панерос, конечно, прежде всего от дурного, но уже даже вот в русском языке слово лукавый получило христианскую коннотацию, что это не просто плохой, как более нейтральное греческое слово панерос, а это, правда, вот такой плохой, с хитринкой, с нехорошей хитринкой. Бес, он обманывает Адама и Еву в виде змея, он не говорит им, съешьте древо познания добра и зла, и войдет болезнь, смерть, несчастье в вашей жизни, не, не, не. Он именно льстит, говорит, ой, вы такие молодцы, сейчас я вам подскажу, как стать такими, как боги, потому что бог вам говорит, не ешь с этого дерева, потому что он боится, что вы станете как боги, что вы узнаете, что такое жизнь и что такое смерть. Немножко правда в этом есть, потому что лукавый не соврал, люди узнали, что такое смерть и очень хорошо почувствовали, что такое жизнь на фоне, когда умираешь, то заболеваешь, то чувствуешь, как жизнь из тебя уходит. Но через это он так навредил человеку. Поэтому и мы, дорогие братья и сестры, должны быть очень аккуратны, потому что прелесть — это когда бес тебя обманывает, а ты обманываться рад. Прелесть, она неотделима от тщеславия. Прелесть, она неотделима от самообмана. Прелесть — это когда ты по гордости сам чем-то пленился, пленил свой разум, пленил свое сердце, пленил свою душу и, увы, ослепленный этим блеском сиянием, ложным, отчасти истинным, но который многократно, да, вот, можно сказать, в загорет, многократно приумножен, преломившись через нашу гордость, ведет нас к погибели. Если мы вспомним первое послание Коринфянам апостола Павла, то прочтем там такие стихи. 18 стих. «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего из безумия перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». А как раз, кто уловляет-то мудрых в лукавстве их? Как раз уловляет враг рода человеческого сатана. И поэтому человек, когда он немножко переоценивает свои силы, а прелесть все-таки это даже, ну, это вот превосходная степень, это не просто лесть, это прелесть, это, ну, вот, высшее такое состояние, когда ты себя максимально сам обманул. Если мы посмотрим, ну, цветоотеческие, потеряки, воспоминания об отцах, пустынниках, то мы увидим, что что такое там прелесть. Прелесть — это брат впал в прелесть, ему бесы являются в виде ангелов, он верит, он думает, я заслуживаю видеть ангелов. Да, там видение святого Антония, что даже, ой, сейчас вот ангелы явились, сейчас Христос явится, и поди, поклонись ему, и падает старец, святой жизни человек, и бесы срывают с себя вот эти ангельские личины, да, и, ну, Господь милостив, все равно все закончилось хорошо, человек раскаялся, да, пострадал от силы бесовской. То есть сатана обманул. И поэтому прелесть — это такое состояние, которое, конечно, в максимальной степени возможно только таким высоким подвижником, потому что чем выше забрался, тем сильнее падаешь. Но в некоторой малой дозировке оно опасно и для нас, для обычных людей, которые живут в ритме большого города или маленького городка, ну, просто живут в миру. Потому что прелесть, вот эта тщеславие, гордость, когда тебя уловляет сатана, тоже может тебя лишить спасения. Например, ну, самый банальный пример, когда тебе кажется, ну, конечно, я не такой, как святые, но по сравнению с грешниками я уже такой благочетивый человек, я там помолился, попастился, поисповедался, причтился, и уже вот такая на мне благодать не зашла. А может, это не благодать не зашла, а может, ты просто вот взял, ладана понюхал и думаешь, ой, какой я вот молодец, там, недосып преодолел, в храм пошел, и вот это меня Господь посетил. А это тебя гордость посетила, это силы бесовские в твоей душе колеблется. Это не значит, не значит, что нам надо бороться и бегать от радости. Но радость, это должна быть чистой, и всегда она, как и все заповеди, потому что Господь говорит, весь закон и все пророки в заповеди любви, проявляться любовью. Если ты чувствуешь радость на душе, если тебе кажется, что это радость от Бога, посмотри, это то, с чем ты готов поделиться ближним, да, порой готов. Посмотри, оцени, а это не будет горделивое некоторое разделение, что вот я одаряю тебя рядом с собой еще не такого достойного человека. Или это будет все-таки разделение любви, потому что, увы, для нас, лукаумы легко нас обольстить, но ура для нас, что Господь источник любви. Если мы свое сердце любовью наполняем, то мы уже встрепенулись немножко, гордость отринули, кроме того, как мы помним, еще одну цитату, Господь гордым противиться, смиренным дает благодать, то есть Господь немножко нас затормаживает, так чуть-чуть на землю, опускает с небес, чтобы показать, мы заблуждаемся. И в итоге мы вот этот себя дурман можем прелести стряхнуть и спокойно идти дальше по пути спасения.